добрый день дорогие телезрители мы рады быть снова с вами в контакте в общении у нас сегодня программа 12 программа 12 это то место где мы говорим со служителями говорим с людьми с мужами божьими о том как они живут с господом и самое главное что они переживают внутри я думаю что для многих это время когда ты можешь получить слово божие можешь получить хорошее слово свидетельство ободрение вдохновение и утешение и сегодня у меня особенный гость как и обычно мы не приглашаем обычных людей в принципе каждый человек необычен но сегодня особенный гость его же зовут жозе нтумба мы старые друзья и жозе сегодня с нами привет жозе рад быть с тобой вместе ты первый раз нас на программе да спасибо это первый раз в точно меня всегда радует люди которые так хорошо выучили русский язык спасибо поэтому жозе для меня честь что ты будучи гражданином заира сейчас живешь в канаде и и многие годы прожил в россии у тебя русская жена и ты мало того что говоришь хорошо по-русски ты еще являешься таким известным служителем боже спасибо за комплименты мы с тобой познакомились жозе около 15 лет назад до 15 я учился в библейской школе в москве мы познакомились и потом ты возглавил такое служение служение студенческое вообще церковь посольство иисуса наша церковь она получила свое название пророческие от тебя я впервые в жизни услышал слово саму фразу посольство иисуса я услышала из твоих уст и потом это как-то загорелось во мне да и мы начали служение в 2003 году посольство иисуса хотя уже был пастором до этого потом наши как дороги разошлись каким-то образом и и ты сейчас живешь в канаде начал там служение церковь твоя церковь я удивился тоже посольство иисуса как жозе ну расскажи вообще нам вначале про свою жизнь то есть как ты пришел ко христу или ты родился верующей семье я как сказать на самом деле я родились семи верующие потому что мой деть били проповедник били боже служители конечно его не видели потому что он же умер при тем не родились это все я узнали через мои родители мой папа также в церковь служили но конечно он не были пастор как мои дети моя мама она очень очень активно и била и есть в церковь и также ее родители тоже были с жители то есть и получаешься со стороны отца и матери все мои дети они были больше больше служителей естественно как-то мы росли в этом атмосфере крестьянская вот это но все равно где-то когда меня было десять лет я помню это в кишаса и бывший за их сейчас это конга тогда что-то во мне начали происходить я помню в одном служении тогда проповедовали маркетчафф да вы не сети слышно такого боже служителей тогда он приезжал в кишаса проводили большие служили там евангельсионы и я были в этом собрании я был в этом собрании и когда он проповедовал и начали за людей молиться за за исцеление за стилю за 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 чудеса и тогда я просто пережили это реально вот это я увидел это момент это все это и что-то во меня произошло чтобы меня как будто произошли я пережили не как какое-то прикосновение божьего и тогда я помню внутри себя я скажу что господь когда я буду взрослый я хочу тебя служить как этому человеку но в этот момент то момент как это все происходило и я тогда помню том что тогда в это время как будто у меня было некое некое посвящение или рождение свечи если так можно сказать я не знаю но кто-то и и я помню это значит мне было десять лет и до сих пор я это помню как это все было как это это слова сказали и я живу этими словами сколько лет сейчас у меня сейчас 41 как ты себя чувствуешь прямо как будто меня было 10 лет тогда еще и потом ты приехал в россию в каком году ты приехал но я приехал в россии девяносто шестом году но я хочу как-то напомнить о том что я точно помню после этого во время вот это служение маркетчав да это было восемьдесят и третьем году но в восемьдесят восьмом году восьмом мне было 15 лет и тогда я получили призывание от господа бога тогда бог посвятили меня тогда я точно знал о том что я буду богу служить и я знал моего призывания моего служения и девяносто шестом году и мы приехали в россию как студенты учиться и когда приятно учиться я помню я находились в общежитии после я знал где вообще где ходить было много и много сергей много туда-сюда приглашали и потом я просто молились господу богу и богу меня точно показали церковь где должен были ходить и и как будто начали ему там служить и я там попали смолитное служение и так у меня все пошло можно сказать но там две места я конечно но точно я помню тогда приехал в россии и бог меня просто поговорили по церковь и я очень благодарен бог сто что я били ему послушать я помню же за это первый раз приехал к нам да это был девяносто девятый год да 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 я точно не помню девятый год ты приехал я еще был пастором в городе бор у нас была небольшая церковь и и тогда ты ходил по улице вместе со мной я играл на гитаре там раздавал брошюрки и ты ходил рядом молился у нас был городе было огромное количество наркоманов и подъехала машина вы знаете интересная была история подъехал машина из нее вылезло четыре таких криминальных авторитета и я понимал что эти люди недавно пришли из тюрьмы тоже я их знал примерно видел понимал о ком идет речь я знал что они все употребляют все четверо наркотики они остановились около нас на евангелизации и один из них подошел и говорит ну ты чё там колдуешь чего-то еще увидел тебя черного сзади да да и я говорю да да нет я просто молюсь и там христианин я чувствую что атмосфера может быть не очень вменяемый и он такой слушай помолись тут за меня меня я плохо сплю я понял что он наркоман и я думаю если он будет употреблять дальше наркотики то он не только плохо спать будет у него все будет жизни плохо но я боялся сам помолиться и я сказал жозе помолись ты за него жозе подошел в простоте своей африканской вот в этой африканской манере схватил его за голову представьте бандита взял за голову начал молиться за него крича прямо него во имя иисуса во имя иисуса освободи господь эти трое рядом к нему приходит серега как ты там нормально и он все нормально пацаны а я вот время сзади с гитарой кровь христа омыла меня защитила пою в страхе ну молитва прошла все нормально хорошо эти ребята ушли через некоторое время они пришли все то четверо в церковь пришли в церковь и вот тот человек за которого ты молился сергей ковылкин сегодня один из моих заместителей моих помощников слава вот уже прошло 15 лет и он с нами он благословен через вот твою молитву же за великий господь да да я помню тоже у тебя такой пророческий дух ты всегда всегда как бы шел таком пророче пророческом прорыве вот что ты вообще видишь в пророческом духе вы насколько это важно сегодня для служения для россии это вопрос очень серьезно очень серьезно наш я я я верю о том что это это служение ты настолько важно о том что если его нету просто знаешь как будто дела можете идти хорошо в церковь но но никак не будет идти как должно было быть вообще на самом деле и я сегодня я скажу тебя конкретно павел о том что я думаю даже том что это то что не хватает в россии в россии не хватает именно пророческая вот это служение то есть то есть случайный пророка значит в россии если сегодня просто потрясающие проповедники образованы наши научные есть есть у нас везде в каждом города и наши есть если не два-три бишопа то есть эпископа то есть есть люди которые как-то ну поставили на бога боже помазанник но 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 когда я я смотрю наблюдаю пока даже мы будем говорить о учителя евангелисты такие наши большие большими именем и вангелисты но в россии не хватает оси нужно даже вот вот нужно нужно пророк в этой стороне когда просто цизням о том что в россии из про как как сегодня они знай о том что в америке есть принтер в нигерея с проекту где-то там в индунезию с про человека который его противень и Не как евангелисты, но как пророка. Хотели бы, чтобы тоже в России, это моя молитва, конечно, о том, чтобы, если, ну, кого-то, не знаю, значит, его приглашают, пускать в Америке или в Африке, значит, мы приглашаем пророка из России. Вот это нужно нам в России. Жозе, вообще, ты сам африканец и ведешь себя уже как пророк. Но многие люди могут, знаете, они иногда, они иногда еще, но ты, конечно, ты говоришь, что ты пастор, но у тебя есть помазание пророческое. Вот, люди бывают, знаешь, у нас в России вообще страна такая достаточно гордая. Вообще русский человек, он такой внутри убежден, что он даже живет, пускай аморальной жизнью, но он вот в корнях своих христианин. И когда он встречает человека из другой нации, культуры, тем более африканца, у него, может быть, ну, зачастую у мирских людей, по крайней мере, я слышал, но для меня мирских, они-то не считают себя мирскими, они считают себя верующими многие. И они могут говорить, слушай, что у нас своих, что ли, нет белых? Хоть мне много раз говорили, что вы черных приглашаете проповедовать? Зачем нам африканцы проповедники? Жозе, вот ты сталкивался в России с этим духом расизма, может быть, даже не только с мирскими, может, с верующими. И как ты вообще это переживаешь? Служил ты в России долгие годы, будучи африканцем? Переживал что-то подобное? Ну, ты знаешь, Павел, я, конечно, сколько лет я в России служил, где бы я не ездил, знаешь, вот на севере, в юге, знаешь, в восток, в западе. Я, знаешь, у меня, у меня была цель, у меня есть цель. Понимаешь, это донести то, что Бог вложил во мне. И вообще, у меня есть некий принцип в моей жизни о том, что меня не волнуются, как люди думают обо мне. Мне важно, кто я во Христе Иисус. Поэтому, что ты скажешь обо мне, что, конечно, как ты думаешь, это не так важно для меня. Мне важно, что Бог говорит во мне. Поэтому, ну, знаешь, везде есть расизм, Павел. Есть расизм в Канаде, есть расизм в Америке, есть расизм в Африке тоже есть расизм. А там тоже, в Африке, расизм. Но, знаешь, Павел, я тебе скажу, на самом деле, есть тоже некая африканская чернокожая, может быть, которая не... Я тебе скажу, знаешь, Павел, вообще расизм — это комплекс. Да. Поэтому я тебе скажу, что есть некая чернокожая, которая закомплексирована перед белым. Ага. И в этом выражается вот это понятие расизм. Это комплекс. Вот. Так же, как есть здесь. Но я стараюсь как будто не думать об этом. Я стараюсь делать свои дела. Да, аминь. Вот. Это меня благословляет. Аминь. Да. Ты знаешь, я учился в библейской школе с одной девушкой, с Аленой. Да. И прошло время какое-то, она стала твоей женой. Да. Как тебе вообще живется с русской женой? Ты знаешь, Павел, я тебе скажу, очень такое смешно. Я думаю о том, что за все мои годы, которые я в России служил, вот, и сколько лет я в России, то есть с 96-м году до 2019-го года самый большой подарок, который Бог мне отдал в России, это моей жене, это Алена. Она просто, она подарок. Она дарит Бога. И я очень благодарен Богу. Даже, наверное, это родитровый Бог мне вообще в России. То, что служение, конечно, не как Яков, да, ты знаешь, то, что он работал, ты знаешь, вот это Лаван, да, то, что там делали, он, конечно, он работал, но, конечно, ты знаешь, все-таки цели все это были так же, чтобы ему достали Ракину, Лиля, ты знаешь, и я верю в то, что я служил в России, вкладывал, ну, это мое личное, это мое внутреннее откровение. Просто я благодарен Богу за мою жену. То есть Алена это дар от Бога. Для меня. Сколько детей у вас? У нас четверо детей. Четверо. У нас старшая дочь, Глория, ей сейчас 10 лет. И потом у нас Даниэль, пророк, 8. И у нас третья. Гресс, это благодать, ей 6. И у нас последняя, Месси, то есть помазанница, надежка, ей 4 год. То есть четверо. Точность так же, как у меня? И тоже три дочери, у меня один сын, и тоже сын второй. Мы с тобой в одном духе. Мы с тобой в одном духе. Мы с тобой в одном духе. Значит, мы с тобой по коже. Только у нас. Мы с тобой зашли в ресторан, вчера с тобой зашли в ресторан, и в азербайджанский. И азербайджанец, владелец, кстати, ресторана, он такой говорит, твой брат, я говорю, а раз и не видно, что мы близнецы. Да, 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 так и есть, так и есть. Хорошо. Жозе, слушай, ну, ты вчера был в нашем одном из реабилитационных центров, ты был, и ты служил вчера, молился, и я помню, что 15 лет назад, тогда ты пророчествовал тоже, что в нашей церкви, в посольстве Иисуса в Нижнем Новгороде, будет большая работа с наркозависимыми. Хотя у нас такая картина уже в России сформировалась, что с наркозависимыми работают только бывшие наркозависимые, то есть те, кто раньше употребляли наркотики, вот те сейчас и работают с такими же, но мы тогда были студенты, которые никакого отношения ни к криминалу, ни к наркотикам не имели. И вот через это слово пришло, как бы, вот пророческое слово пришло, и пришла работа, реальная работа с наркозависимыми. Да. И вот ты вчера служил им, какие вот вообще у тебя переживания, или что бы ты хотел сказать тем людям, кто находится в этой наркотической проблеме? Знаешь, Павел, я, конечно, я очень благодарен Богу за то, что Бог делит, то, что все эти люди служат, и то, что было слово сказано Духом, это слово сегодня воплотилось, и мы, есть много плодов, которые действительно через то, что вы делитесь, эти категории людей. Знаешь, я вчера был там, я тебе скажу на самом деле, просто для меня, я видели, я видели будущее каждого из них. Конечно, потому что есть такое понятие, как будто у наркомани нет будущего. Ты знаешь, есть такое, типа, наркоман, это уже все, ты знаешь, наркоман уже все. Но я тебе скажу, Павел, когда я вчера был с этими людьми, я видел в них будущее. То есть эти люди, которые завтра могут занять очень-очень уважаемые места, то есть очень, ну, хорошие места в нашем обществе, в этом городе они могут и работать, и в администрации они могут, и бизнес заниматься, они могут и семей создавать. То есть это люди, благооставленные люди. Поэтому я просто был готов, все, что в этом моменте, просто Дух пробуждал меня вкладывать в них. Это я это сделал, мы за них молились, в них укладывали, и я говорил, если тебе помню, что, вот, единственное, то, что нужно, то, что нужно, это просто поменять, вот, мышление, то, что в голове. Поэтому если есть наркоманы, которые на сегодня смотрят, значит, даже проблем, проблем не в наркотик, на самом деле, и проблем, это как ты думаешь об этом. Вот чем больше ты думаешь о этих наркотиках, ты живешь, эти наркотики, твои мысли, и ты просто будешь зависим от этого. Но как только ты примешь решение здесь, в голове о том, что я больше не хочу, я хочу освободиться, я хочу оставить этого, я уверен в том, что Господь Бог просто поведет тебя, или Бог направит правильные люди в твою жизнь, которые помогут тебе в этом решении освободиться от наркозависимости и войти в свою судьбу, в свое предназначение. Быть кем, кто Бог в виде тебя, не как то, что люди думают о тебе. Жозе, вот ты приехал в Россию в этот раз, ты приехал, у тебя же есть какое-то послание основное, послание, с которым ты приехал. Мог бы ты сейчас хотя бы коротко поделиться этим посланием, то есть что было у тебя внутри для российских церквей сегодня? Ну это очень серьезный вопрос, ты знаешь, я тебе скажу, я буквально в прошлом неделе, я был в Микалово, вот в этой неделе я у вас в Нижнем городе. Мое слово это просто слово ободрение, это слово ободрение о том, что мы должны доверять Господу Богу, мы должны стоять твердо в молитве, мы должны понять о том, что ничего даром не будет, мы должны бороться. Вот мы должны, знаешь, я об этом говорили. Жозеф, ты говоришь, даром ничего не дается. Но в Писании говорит, что благодатью вы спасены, и сияние от вас Божий дар. То есть Бог дает дар спасения бесплатно. Ну слава Богу, слава Богу, и сейчас мы говорим обо спасении. Но знаешь, так же в Писании мы видим о том, что Яков, который имели от Бога благословение, вот, то есть он был в его плане благословение, но чтобы это получить, ему приходило бороться. Знаешь, никто, то есть это Божий ангел, который также можно, о том, что это был Бог. И Яков говорил о том, что я тебя не отпишу, пока ты не благословишь меня. И он понимал о том, что в этом человеке есть благословение. Он не просто так пришел в моей жизни, но чтобы получить этого, я должен бороться с ними. Поэтому я просто верю, я знаю о том, что в России есть много пророчеств. Знаешь, есть, я видел много, многие братья, многие пастыра, они до сих пор вспоминают пророчество Конститарно, которое было сказано о том, что придет пробуждение в Россию, пойдет пробуждение из России по всему миру. Я точно верю в этом. Но однако, я хочу поверить в том, что это не просто так придет сидя. Знаешь, просто сидим, мы ждем то, что Конститарно сказал, о том, что придет пробуждение в Россию. И тогда, нет, 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 это надо сейчас начинать бороться за этого. Начинать, то есть есть такое понятие, активировать пророчество. Вот это люди много упускают. Надо активировать пророчество. Может быть, многие люди не знают, кто такой Хадсон Тейлор. Да, ну, это божий человек, это божий промазанник. Он убил миссионера в Индии, хотя он сам англичанин. В начале 20 века. Да, 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 да. И он получил пророчество для России. Ну, конечно, это было для много вещей. Первая, вторая мировая война, так далее. И также была пророчество для России о том, что в России придет, то есть последнее пробуждение или великое будет именно из России. Вот. И мы все верим в этом. Все верим в этом. Но, однако, я глубоко уверен о том, что мы, то есть церковь в России, то есть церковь в России, должны активировать это. Каким образом? Знаешь, это вместе. Вместе, во-первых, быть единым. Это быть единым. Это очень главный фактор. И во-вторых, конечно, молиться. Молиться и получить от Господа Бога его четкое, ясное направление, как войти в это, как активировать. Поэтому я говорю о том, что мы должны бороться, потому что даром просто так не придет. Мы должны бороться. Мы должны, яков, боролись. Помнишь, ученики Креста, когда Иисус им сказали, давайте переправимся на ту сторону. Было сказано слово. И Писание говорит о том, что, ну, интересно о том, что началась буря, шторм. И они реально видели смерть. Они просто, а я что, учитель, помнишь, они пришли, что, Господи, учитель, если ты ничего не сделаешь, мы просто погибаем. И на самом деле они видели смерть. Они видели смерть. Но они даже не понимали, что они должны были бороться с этим. Слушай, слушай, они просто наблюдали за лодку и за вод, который наполнял лодку. Но Иисус знал о том, что в этом момент, в этом случае, надо просто запретить ветер. И тогда, и все будет в порядке, Иисус это сделал, запретили ветер, и все будет в порядке, и они переправились в ту сторону. И я верю о том, что Россия, церковь России, она войдет в свою судьбу. Она еще не вошла, она только идет. Но Россия должна быть готова о том, что просто так не будет. Придет буря, придет шторма, но мы даже не знаем, что надо сделать в это время. Надо именно сфокусировать на ветер, понять ветер, который есть от Бога, то есть, что хороший ветер, то есть, что это Дух Божий, работа Божия. И также есть ветер, который дьяволь, то есть, что просто приходите, чтобы разрушить. И тогда, то есть, мы принимаем то, что от Бога, но то, что от дьявола, мы запрещаем. И тогда мы войдем. Я верю в это, Павел. Да, я тоже верю. Ты знаешь, твое слово сейчас, оно очень ободряющее для людей, тем более, такое непростое время, политическое непростое время, когда есть трудности с Украиной, с другими странами. И спасибо тебе, Жозе, что ты пришел, что ты вдохновил телезрителей, вдохновил всех нас своим приездом. Я думаю, что действительно, Дух Божий на тебе, Жозе. Спасибо, дорогие телезрители, кто был с нами, кто смотрел. Вы всегда можете писать к нам, писать на ТБН, писать к нам в церковь, на Фейсбук. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Всего доброго вам, спасибо, что вы были с нами в это время. Смотрите программу «12». Благословений. Дух Божий на фейсбук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова